У каждой из нас в соцсетях обязательно найдется 2-3, а то и более подписок на страницы профессиональных визажистов. Некоторые из них настоящие звезды, несмотря на то, что эта профессия предполагает всегда оставаться за кадром. Топ-визажист Светлана Гребенькова – одна из тех, кто заслуживает внимания. У нее за плечами более 10 лет профессионального опыта, сотрудничества с марками Saint Laurent, Chanel, Maybelline, Max Factor, а также звездные клиентки, среди которых Светлана Хоченкова, Мария Шукшина, Юлия Савичева и Леся Анутяшева. С популярным визажистом мы встретились на Уралбьюти-фесте в Екатеринбурге и узнали последние новости бьюти-индустрии. Если говорить о трендах, что прям вот писк, в акценте, конечно, кожа, здоровая, ухоженная кожа – это тренд с прошлого года, он еще очень долго будет трендом номер один, поэтому макияж чистый, нют, как будто не накрашенная, но с тщательно проработанной хорошей кожей – это прям тренд. Если говорить еще из актуальных тенденций, это монохром, то есть макияж в одном оттенке, когда вы берете розовый, берете красный, коричневый, используете его и на веки, и на губы, и на румяна, в общем, по-разному совершенно, да, но главное, чтобы он везде был один оттенок на всех деталях лица. И еще один тренд – это аппликации, аппликации на лице, на теле, из камней или из трасс. Поэтому если это вечеринка или какое-то мероприятие, да, там какой-то праздник, который позволяет выглядеть чуть более, чем обычно каждый день, то вот такие элементы аппликации и декорации на лице из трасс и камней, они будут очень уместны. Многие говорят, ну, как бы так, я и сама бы накрасилась. На самом деле нет. И я очень много лет преподаю, и я вам могу сказать, это вам скажет любой студент, который в данный момент учится, правильно создать вот такой естественный нюд сложнее, чем сделать классический вечерний макияж. Здесь нужно хорошо очистить, использовать несколько продуктов, подумать, что отвечает за гладкость, что будет отвечать за сияние, как проработать несовершенство. По времени столько же уйдет времени. И человек увидит результат, и он поймёт всегда, что он сам так не сделает никогда. Он же себя хорошо знает. Это масло для кожи. Масло сейчас это тренд. С прошлого года его активно начали использовать голливудские визажисты. Они используют масло в качестве базы под макияж, мешают с тональным кремом, наносят долг, закрывают все сухие участки, убирают мимические морщины. То, что с кожей делает масло, я такого пока продукта второго не встречала, и он действительно устойчивый лидер продаж, не только в нашем бренде. По запросам в интернете я смотрю, и пока вот стопроцентный положительный фидбэк, все визажисты, клиенты в восторге, потому что как раз очень легко и быстро можно создать вот этот эффект ухоженной здоровой кожи с маслом. Если у вас есть некий бюджет в месяц, который вы готовы потратить на себя, и обычно женщины там выделяют, она знает, что в этом месяце она может купить оттональный крем Tom Ford, например, там за 7 тысяч, в следующем, там, не знаю, крем L'Amer и так далее, то максимальную, большую часть этого бюджета распределить в какие-то уходовые, в лечебные процедуры поддержания здоровья кожи. Потому что хорошая, здоровая, ухоженная кожа, она очень многое уже сделает. Уже вот прям дальше главное макияжем не испортить. И наоборот, недостаточный уход за кожей, он всегда будет виден под любым макияжем, и будет небольшой резонанс. Поэтому я советую все деньги, время и ресурсы, возможно, вкладывать в какие-то элементы здоровья. Здоровье кожи, здоровье волос, ногтей. И уже потом выбрать какое-то минимальное количество декоративных продуктов, чтобы просто подчеркнуть всю ту работу, проделанную над собой, которую вы уже сделали. Сказать, что кто-то что-то делает сегодня неправильно, невозможно. В моде практически все. И красные губы и стрелки уже там 10 сезон, никуда не уходят. И все остальное. Но очень важно, во-первых, еще раз говорю, подбирать под себя то, что мне идет, и умело использовать. Появился тренд на скульптурирующие пудры несколько лет назад. Вот народ, давай искупать все темные рыжие пудры, рисовать себе эти рыжие полоски на лице. До сих пор мы не можем женщин переучить это делать. Тут надо понимать, что нужно правильно подобрать продукт, сходить, не знаю, возьмите вы один урок у визажиста, если хочется использовать какую-то сложную историю, он вам расскажет, как правильно это сделать. Поэтому в основном какие-то вот такие ляпы, они связаны именно с техникой исполнения того или иного тренда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова